Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в качестве эксперта Намсыр Викторович Манджиев. Намсыр Викторович, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Наблюдаете за нашим проектом, как вам? Наблюдаю, конечно, обязательно. Интересно? Ну, интересно, потому что другой возможности у многих кандидатов нет. Как-то встретиться с населением, с избирателями. А это хорошая форма. Если еще будут дебаты, так вообще будет прекрасно. Ну вот, вы придумали такой проект, и вы сегодня, как я вас позвал, пригласил в качестве эксперта, поговорите о сегодняшних выборах, о настоящих предстоящих выборах, вообще экономической ситуации в республике, вообще что вы думаете. И первый вопрос, который я бы лично задал вам, его все задают. Почему нам сыр не идет в хурал? Что случилось, Намсыр Викторович? Да ничего не случилось. Наоборот, случилось, когда я пошел в 2018 году в хурал. То есть я пошел вынужденно. Я понимал, что в 2019 году буду выдвигаться на должность главы республики, и лучшей стартовой площадки, чем в хурал, подумал, что нету. И поэтому я пошел в хурал. В хурале еле высидел весь этот срок, потому что это не мое. Я вообще привык делать то, что мне нравится, то, что мне по душе, то, что отвечает моему внутреннему миру, и моему отношению к внешнему миру, к обществу. Вот это самое главное для меня. А статус депутата постольку поскольку. Он мне нужен был, и я его получил путем определенных усилий. А так, это не мое. Мне было, честно говоря, очень тяжело выдержать все эти 4 года, или сколько там, 5 лет. Очень тяжело. Поэтому при первой же возможности я заявил, что я на выборы не пойду. Это не мое. То есть вы заканчиваете свою политическую деятельность? Ну, никогда не говори никогда. Я, конечно, хочу ее закончить, потому что, в принципе, и так сказать, за свою жизнь наваял много чего. И, ну, пора уже так немножко за круг возраст. Вот. Дает о себе знать. Я пригласил из качества эксперта по предстоящей предвыборной компании. И у вас не одна предвыборная за плечами. Мы это все знаем. И вот на сегодня, в общем, ваша оценка. Может, какие-то есть моменты, которые вы хотели обратить внимание. Как вам изменение избирательных законодательства до появления кандидатов одномандатников и тому подобное? Вы, кстати, об этом говорили. Вы хотели, чтобы были одномандатели. Да, на одной из первых сессий я сделал вообще предложение изменить выборное законодательство республики. И как раз избирать парламент. Но я предложил 50 на 50. 50 процентов одномандатников и 50 процентов по партийным спискам. И как раз те вещи, которые сегодня произносятся, я и говорил, что депутат, он должен избираться народом. Он должен быть ответственным перед народом. И тогда уже каждый район мог иметь своего представителя. А при этой системе каждый район, к сожалению, не сможет. Потому что... Как бы они ни говорили. Да, все-таки 50 процентов, это из 27, ну, можно было увеличить до 30, и тогда 15 и 15 сделать. Партийные списки тоже нужны, поскольку, как сказать, и федеральная система у нас, разбивки по партиям политически активных людей существует. От нее тоже никуда не денешься. Поэтому 50 на 50 была бы лучшая схема. Они сегодня, власть, они, под словом они я имею ввиду, они специально сделали так, что на партийные списки они дают 10 мест, по-моему, да? А на одномандатные 17. Этот перекос, он такой специально придуманный для того, чтобы сегодня одномандатников власти легче проводить. Потому что у них все под рукой. Они управляют избирательной комиссией, они избирают на фильтрации и так далее. Вот. Поэтому и 17 кандидатов одномандатников, это так называемых одномандатников, да? Это все, как сказать, и партийные списки, это все одно и то же для них. Я это не разделяю. Также я предлагал снизить муниципальный фильтр, изменить закон о главе республики Калмыкия, да? Вот. И так далее. Чтобы более демократично избирались у нас основные органы законодательной и исполнительной власти. Но, к сожалению, на той сессии не приняли мое предложение даже к рассмотрению. Поэтому все заглохло. И не однажды я в течение пяти лет напоминал об этом. Но, тем не менее, конечно, так вроде бы как будто получилось, так как я предлагал. А по внутренней сути оно не совсем другое. Кстати, очень много моментов, когда, в кавычках, позиционно настроенные люди предлагают определенные вещи в определенное время, заранее. Ну, и там через несколько лет власти к этому приходят, да. И такое, мне кажется, ну, это тоже деятельность же. Это деятельность тех кандидатов, тех людей, кто это предлагал. Ну, на следующий случай, то есть, как так обстоятельства складывают так, что эти вещи появляются? Это я считаю, что это не нормально. Пришел к выводу, что, допустим, Петр Анджеев сказал, что себестоимость этой воды, она бы зашкаливала. Конечно. А я это подробно дал, как сказать, в технико-технологическом изложении, да, обосновании, что действительно там, по-моему, 18 пунктов подъема воды, да, то есть, 18 перекачивающих станций. При таком объеме перекачки, конечно, это насосы, это электричество, это все затраты. То есть, вы согласны с Петровым Валентиновичем? Ну, не менее согласны. Он дополнил то, что... Да, он дополнил то, что я говорил, технически и технологически, он финансово это выражение. Ну, я когда излагал, оно само собой, для любого грамотного человека, это понятно, что это затраты. Плюс вот эта станция фильтрации. И плюс самое главное, я в газете, вот, как называется, курьер, лесенский курьер. И на сессии докладывал о том, что эта вода, вообще, в ней присутствуют такие соединения и химические элементы, что, там, скажем, содержание брома по предельно допустимой концентрации превышает то ли 12 раз. Там, в общем, есть очень тяжелые такие соединения, которые, в принципе, наш Роспотребнадзор, он делал замечание по этому поводу. Да, Джанрис Анджелий не подписал заключение. Он не подписал именно по этому заключение, потому что эта вода страшная. Вот как раз очищать ее, вот, Петр Валентиновский правильно сказал, себестоимость, очищать вот такую зараженную воду, да, тяжелую воду, очень дорого. Все это ложится на себестоимость, поэтому, конечно, заведомо этот проект был провальный. И об этом предупреждали, кстати, на одном из совещаний в Москве, когда решался вопрос по, там, Левокомскому водопроводу. Люди, профессионалы в этой области отговаривали, говорили, что это не вариант вообще. Для Калмыкии вы получите в результате воду дорогую и негодную к употреблению. Ну, почему ты это сделаешь? Вот, ну, почему, понятно теперь. После того, как случилось, я же и обвинял Орлова в том, что, кстати, я назвал даже цифру. Я говорил, что, вот, достроить ее сегодня нужно столько же денег, сколько украли, да. То есть, он, вот этот водопровод, ну, вы видели все кадры на местном телевидении, что водопровод не готов к эксплуатации. Да, да. И никогда не был бы готов. Ну, Сергей Ильич, опыт депутатской межфакционной группы, это довольно-таки такое серьезное явление такого. Редко бывает. Это, и у нас, в Калмыкии, мы с этим столкнулись, и вы члены межфакционной группы. Как вы охарактеризуете, оцените деятельность его? Ну, для меня вообще, вот, поскольку я попал вынужденно, да, в Хурал, то для меня главной целью было показать, что на самом деле это в законе прописано, но реально показать, что Хурал – это основная сила, основной голос народа, будем говорить, в целом, да, потому что там сидят якобы выразители чаяния и интересов народа. Что видели народа? Представители народа, избранные. И они, конечно, должны отстаивать интересы народа. А для этого нужно иметь принципиально четкие позиции на все виды, как сказать, ну, на жизнь в целом, да. И на жизнедеятельность республики. И вот они должны абсолютно, вот, принципиально отстаивать позиции не в угоду власти, и не в угоду каким-то личным интересам, да, а именно в угоду интересам народа. И мне, вот, с первого дня я принял такую на себя ношу, и выступал, вот, как я отметил уже, там, и против главы Орлова, против его деятельности, и по… Пришла новая власть, тоже очень много вопросов задавал с первого дня и председателю правительства, да, Зайцеву, который действительно, ну, в результате оказался тем, о ком… Ну, совпал с той характеристикой, которую я своими вопросами на первом заседании отметил, да, то есть я задал 9 последовательных вопросов, которые раскрывает суть человека, его подготовку, его профессиональный уровень, его гражданскую позицию, его опыт как управленца и так далее. Эти 9 вопросов не случайно были заданы ему и в том порядке, в каком я их расположу. И многие, как бы, ну, сведущие люди, понимающие, они определили по ответам, что пришел к нам председатель, очередной Зотов, безликий, или очередная, сегодня работает… Как ее фамилия-то? Басхамжиева. Басхамжиева, председатель правительства. Безликие люди, которые рады, что попали на это место, переживут они его, какой-то период эту должность и забудут благополучно. А реальные решать задачи, отдавать свою жизнь, свою энергию, свой труд и старания для того, чтобы решать правильно жизненные задачи, они не могут и не будут. Вот, потому что они бесхребетные и безосновательные, безосновы, вот в плане своей подготовки к этой должности. К этой должности. Спасибо. Поэтому я, конечно, с первого дня в Хурале вел себя именно таким образом, что заострял внимание на всех этих вещах и на тех недочетах, которые существуют в деятельности нашего правительства, отдельных министров, зампредов. Я также выражал открытую позицию по Трапезникову, который такой же, как и Зайцев, абсолютно неподготовленный человек к руководящей должности, без опыта, без ничего. Его поставили на одно место мэром. И его единственное изобретение – это какие-то субботники и все. И про возглашение каких-то лозунгов, которые нравятся народу. Но ничего дельного и путного он не реализовал в городе. Да, он провел несколько приемов, это людям понравилось. Но любой человек, даже самый тупой, поймет, что проводить эти приемы очень сложно. Потому что ты не можешь решить даже 1% вопросов, которые там задаются, и проблем, которые там поднимаются. И лучше это время потратить на то, что... Ну, для умного человека понятно, что положение города сложное. И он должен правильно расставить акценты и решать эти проблемы шаг за шагом. А тратить время на такие вещи непроизводительные – ну, просто это значит ни о чем. Ну, собственно, такое выражение деятельности и произошло, этого господина Помидора. И сегодня он отвечает за сельское хозяйство. Представить, где трапезников и где сельское хозяйство. Я так нахурали сказал. То есть это совсем прямо диаметрально противоположные вещи. Но, тем не менее, вот зампред сидит, отвечающий за сельское хозяйство. Ну, а каким может быть тогда сельское хозяйство? Сегодня готовишь стратегию по сельскому хозяйству, по КРС. Вас привлекали к качеству экспертов? Нет, конечно. Я вчера с Андреем Чижимовым разговаривал. Они готовятся к стратегии по развитию именно этого направления. Ну, это надо было делать ровно, сказать, вот я начал в 98-м году, и то поздно. То есть это направление, оно должно было магистрально устанавливаться. И вот все, как сказать, приоритеты, все основные задачи и все способы ее решения, они должны быть, были разработаны как раз, вот, может быть, до 98-го года. Потому что в 98-м году была самая низкая точка падения сельского хозяйства. И на ней я вошел, как предприниматель, понимая, что в это время все дешево, все доступно и можно, как бы, занять позиции. Но это предпринимательская жилка. А с точки зрения государственной надо было не допустить этого падения в республике, потому что она аграрная. И надо было тогда еще заранее, может быть, в начале 90-х годов построить эту стратегию, ее выдерживать для того, чтобы не оказалось провала вот такого в 98-м году. Вот тогда бы я, конечно, уважал таких людей. Второе. Вот то, что они там разрабатывают стратегии, да, узко, кулуарно, пожалуйста, если вы считаете, что это собранные специалисты, разрабатывайте. Но на заключительном этапе, вот я на последнем хурале выступал и говорил, относительно агропарка, допустим, да, я говорил, вы должны такие вещи выставлять на публичные слушания. Ну да, чтобы обсуждать. Чтобы пришли любые люди, граждане заинтересованные или просто интересующиеся, которые, и потом все должны быть обязательно публикации по этому поводу. К чему пришли, какие выбрали инструменты, какие цели и задачи поставили там и так далее. Какие этапы отметили реализацию этой программы. То есть это дело серьезное. А кулуарно там решили 5 или там 10 человек, которые, может быть, даже ничего не понимают в сельском хозяйстве, как трапезников. Но должность занимает. И согласно своим должностным обязанностям он должен сидеть на этом заседании. Ничего не сказать, но тем не менее проголосовать за принятие этой программы. Спасибо. К этому они привыкли. Ну давайте, поскольку мы уже пересли к нашему руководству, я задам такой вопрос. Вы в 2019 году, когда вы начали свою предупрежденную кампанию на благословую республику, вы в рамках встреч с населением, когда назначен Бату Сергеевича Хасикова, исполнительной обязанности главы, вы уже там четко сказали, что человек не готов, человек не имеет опыта и не сможет, будет трудно. И вы это говорили искренне, даже где-то сочувствуя Бату Сергеевичу. Сейчас, как вы оцениваете деятельность главы, как депутат народного хора, как специалист на хозяйстве, как математик? Мне бы хотелось послушать. Именно вот социальный... Действительно, во время предвыборной кампании я говорил, но я говорил опять-таки в интересах народа. Я понимал, что парень идет молодой, но его продвигает Москва, но мне его было жалко, как говорится, критиковать и говорить о нем то, что я говорил, а оно все... ну люди увидели, на самом деле за эти 4 года правления они увидели вот тот уровень подготовки, который он имел. И на сегодня, надеюсь, имеют определенную оценку, да, ну здравые люди. И я думаю, что я ни в чем не ошибся. Хотя, я повторяю, конечно, мне было... Он ровесник моей дочери старшей, да, 80-го года. И, конечно, мне было неудобно это говорить, но интересы народа, они перевешивают всегда. Я должен был свой народ, видя то, что как бы для меня все четко и понятно, я обязан просто предупреждать людей о том, что их ожидает при таком исходе событий. Ну, состоялось то, что состоялось, и уже как бы задним числом об этом говорить, ну разве что так вот просто разъясните людям. Я не от желчи говорил, да, вот личной там желчи. Я шел в борьбу, я понимал, что обиды не бывает на тех людей, с которыми там борешься, да. Ты просто борешься ради того, чтобы победить, имея свою точку зрения и свою позицию. Обиды строят ущемленные люди. Ну вот, прошло 4 года, я думаю, что, ну как все, наверное, люди, и тем более такой должности, Батуш Сергеевич, вот, изменился. Ну, это мое такое предположение. И вот, посмотрите, у нас идет предвыборная, все новостные ленты, телеграм-канавы, паблики говорят, что у нас все хорошо. То есть говорят, Батуш Сергеевич кинул кличное объединение, Единая Россия даже идет с лозунгом Единая Калмыкия, объединяться, помогать, стать вместе. Как вы смотрите на это? Это предвыборный ход или это действительно так? Ну, лозунг объединения, конечно, он на сегодня как бы актуален. Да, мы действительно разбиты по своим, вот, я ощутил четко, что даже после выборов мне ребята из восточных районов, ну, по-нашему все понятно, да, Тургуды, они говорили, вот он, сыр, зря мы действительно. Мы вот проголосовали, честно говоря, как за своего Тургуда. Но мы ошиблись сегодня, это не поправишь, ну, приносим тебе там извинения, жали руку там и так далее. Ну, вот, это действительно, вот, сыграло определенную роль, да, и в одной подписи, которая у меня не хватило, депутатской, для регистрации и для подхода, и в решении вопроса самой регистрации, эти моменты, они сыграли роль, разъединяющие, да. Они, как бы, они давно присутствуют в нашем обществе, но пора все это преодолевать. Потому что вот такой горький опыт, когда встал вопрос Тургуд или Дургуд, да, мы сегодня имеем разбитую республику, как результат. И разбитые судьбы всех наших людей, которые голосовали. То есть вы заявились за единство, за объединение? Я за объединение, но, опять-таки, вот сегодня к этому лозунгу у меня есть замечание. Я, в принципе, я за объединение, но факт. Вот смотрите, он, Бату, заявил об объединении где? На встрече, на какой-то встрече со студентами. И пресса это преподнесла с его слов, вот что, вот сегодня прозвучала, вот актуальная, важная вещь, объединение общества и так далее. И пресса начала раздувать. Потом начали раздавать особо, как сказать, особо родные депутаты, да. Вот они родные всем и близкие, и всем правителям. Был Орлов, они были близки к Орлову, чуть ли не родственники, чуть ли не кровные друзья и так далее. Они всячески вылизывали Орлова. Пришел Хаськов, они поют песни Хаськова. И вот эти люди первыми начали говорить о том, что вот супер лозунг прозвучал из уст головы. Давайте объединяться, объединяемся в республику, вот и проведем выборы в этом духе. Хотя я считаю, что такие серьезные вещи, да еще на переломном этапе, а почему переломные, я скажу, что нас ждут очень тяжелые времена. Очень тяжелые. И настолько тяжелые, что люди не могут даже представить, что и как будет. А будет очень плохо. Все вещи, к которым вы привыкли, все разрушится. И как настроить в этой ситуации свою жизнь, свое поведение, свое выживание и так далее. Это будет, это вам даже не кризис там 10-го или там 14-го года. Это все мелочи будут по сравнению с этим. И не 98-й год, когда сельское хозяйство было в упадке. Это все будет страшно. И поэтому в этой ситуации нужно иметь реальное представление. И в первую очередь этим должны определяться лидеры. А лидеры должны... Вот раз... Ведь объединение общества это очень серьезное заявление. Конечно. И его глава должен делать публично. Под камеру, на телевидении, в газетах. Обратиться к своему народу, гражданам республики с этим своим предложением. И поклясться, что он сделает все для того, чтобы все нормы и правила этого объединенного общества должны исполняться. Что всякий, нарушающий эти нормы и правила, должен нести ответственность. И он, прежде всего, как глава. Потому что официальное вот такое обращение к народу, оно ему не дает права на задний ход. И не дает права на отклонение. Потому что он, когда публично заявляет, он вешает на себя ответственность перед народом, к которому он обратился. И так оно есть. Так оно должно быть. Но не есть так. Потому что он где-то кулуарно... Ответственность у него есть. На какой-то незначительной встрече заявил, и люди начали разносить его ближайшие люди, и подавать это, и вот эти все политтехнологи и так далее раздувают сегодня, что Бату объединитель народа. Но сам объединитель почему-то молчит. Обязательно должно быть обращение, я считаю. Оно должно быть публичным, так, чтобы никто не говорил, что, а вот, извините, я же так, походя сказал. А можно пошутил, кто его знает. А люди разнесли это как серьезно. Но люди это не он. А его должность, она все-таки обязывает делать публичное заявление. Я правильно понимаю, вы согласны, поддерживаете этот ложный объединения, но при определенных условиях. Ну, имеется в виду, чтобы было четко все и понятно. И тогда я говорю... Ну, а условие одно. Он должен был сделать публичное заявление. И мы, конечно, как здравые люди, мы отнеслись бы к этому соответственно. Тяжелые времена, потому что... Конечно, впереди тяжелые времена. И народ наш, конечно, весь разбросанный, разъехались, разобщенный внутренними всякими там и долговременными противоречиями, политическими пристрастиями и так далее. Поэтому в этой ситуации, на мой взгляд, может быть, я ошибаюсь. Если бы я был главой, я именно так и сделал бы. Публично обратился бы и как бы принародно дал клятву, что я первый человек, который является гарантом вот этого всего процесса. И этот процесс ввел бы и контролировал бы. Ну, а так вот просто кинуть фразу где-то на какой-то встречке, там, не знаю, не совсем, может быть, такой значительный. Уровневый, да? Да, значительный. Ну, ну, вот каждый относится по-своему. Яркий пример, вот, скажем, сегодня, да? Ну, вы посмотрите по основным магистралям города Едиш, висят плакаты кого? Единой России. Бату и его команды, да? Представите, Единой России. А они плакаты очень большие, красочные, да? Там много очень, ну, тот, кто занимается принтом, они понимают, что фотография – это самое тяжелое. И в информационном плане, да? И в печатном или передаточном варианте. Вот, так что, конечно, и исполнение, то есть плакаты огромные, место. Я, как кандидат, бывший на должность главы, я знаю, сколько это стоит. Это стоит десятки миллионов рублей. Правда? Конечно. Десятки миллионов рублей. И место, и сами плакаты, плакатное место, да, изготовление самих вот этих баннеров – это все деньги. И сегодня, если ты говоришь об объединении, ну, не надо завешивать город и не давать шанса другим партиям на место. Я почему? Я не голословно говорю, потому что я когда в 19-м выдвигался, мы еще в марте обратились, или, если даже не осенью, ну, вот Юра Абушенов помнит, потому что он занимался, обратились в агентство, которое занимается вот этими рекламными вещами, уже на тот, за полгода вперед, все места были проданы, всего были 4 места нам предложили на самых таких задворках. И за большие деньги? Конечно. И вот я хочу сказать, что вот это вся дорогая вещь, и места, они, как бы, власть всегда, самые центровые места занимает для себя. Но если мы говорим о демократии, об объединении общества, ну, да, эти шансы равны другим партиям, другим одномандатникам, там, и так далее. Нет, у меня есть информация, что сегодня Николай Админич уже будет вешать свои хорошие места. Ну, будет вешать, ну, давайте посмотрим. Вот я, ну, для меня это как ясный божий день, понятно, да, что будет не так. Ну, да, уже видно. Вы хотите сказать, что говорится одно, а делается совсем другое? Ну, по факту так. То есть, вот мы повесили, мы заняли центровые места, вы там, где хотите, и как хотите, и как получится. Вы объединяйтесь там по краям, а мы здесь, на своих задворках, и так далее. Еще одна вещь вот предвыборная, да, очень такая серьезная, потому что я общаюсь с людьми, некоторые говорят мне, а нам сыр, ну, вот, все-таки при Бату сделано очень много дорог. Ну, я, вы посмотрите. В этом большая его заслуга. Интервью у Джангая, все, это, Пыльбеев, они говорят, мы делаем дороги, мы строим, и, как бы, дороги строятся там, Сергеевич, я вижу, вот мне будет. Я тоже вижу. И это хорошо, дороги строятся, да, они им, межпоселковые дороги строятся, да, районного значения, они строятся внутри города, подъезды к придомовой территории, ремонт идет большой. Эта история началась, она, как сказать, по принятому закону о Федеральном дорожном фонде в 2014 году. Петр Валентинович тоже. И я скажу, что дороги строим мы, потому что Федеральный дорожный фонд, вот, скажем, примерно, там, 17-й год, его распределение было такое. Один триллион рублей составляли акцизы на нефтепродукты, смазочные масла, дизельное топливо, бензин и так далее, да. То есть, то, что продается на заправках. Это переселось в дорожный фонд. И там сидел налог. Он сначала был 22%, потом стал 18,7%, по-моему. Вот 18,7% это покупатель бензина оплачивает, то есть, в цене бензина сидит акциз. Который уходит... Этот акциз потом собирается, и то, что вот продано на территории республики, соответственно, эта вот доля, она отражается в отчетах налоговой инспекции. И эти деньги поступают в региональный дорожный фонд. В рамках бюджета. Они возвращаются. То есть, а платят граждане. Потом идет транспортный налог. Тогда, в 17-м году, что ли, был триллион акцизы, а транспортный налог был полтриллиона. Почти там, ну, 500 с лишним, 515, что ли, миллиардов рублей транспортный налог. Его тоже платят граждане. За каждую свою машину. Потом есть отдельно еще за лошадиные силы, да, и так далее. Плюс есть Платон. Вот эти все платежи, а Платон тоже платят граждане, да, водители, которые имеют свой грузовик или, там, легковую машину едут по платному, едут, а с каждого грузовика по Платону по установленному тарифу платят. И вот эти деньги собирается в дорожный фонд, а и отчисляются в бюджеты разных уровней, да, вернее, в бюджеты регионов. И поэтому эти деньги идут на строительство дорог. То есть это наши с вами деньги. То есть я правильно понимаю, вы хотите сказать то, что это не федеральные деньги, это то, что мы платим, покупаем, покупаем бензин, там, Платон, масло, там, и так далее. Даже вот регистрируешь машину, ты тоже платишь дорожный фонд. То есть, по сути, выдают тебе права, ты платишь дорожный фонд. Мы строим дороги, власти говорят, мы строим дороги, мы выбиваем, стараемся, все это, это не так. Это не так. Почему? Нам повезло просто. Республика, она находится, вот смотрите, с юга на север проходит транспорт большой, с северо-запада на юго-восток, да, то есть Ставрополь, Астрахань. Вот пересечения, и у нас везде примерно там 600-700 километров, да, из Дагестана пересечь Калмыкию, Волгоградского съеха. Это плюс. Да, это, чем дольше расстояние, тем больше шансов, что он хоть раз заправится на нашей территории. А раз он заправился, все, акциз упал. Плату он еще. Да, кроме нашего населения платят еще транзитники. И даже там машины иностранных граждан, учтенные, которые на своей машине заехали, они платят за дорогу. Поэтому дорожный фонд вот так формируется. Потом он приходит сюда, и вот теперь, внимание, что делает власть? Власть устраивает конкурсы, аукционы по строительству железных дорог, определенные люди... Железные, допустим, автомобильные, и определенные люди выигрывают, и эти люди платят откаты, так называемые. Это же история всей России, да, все знают, что невозможно выиграть конкурс, если ты не откатил. А раз ты откатил с этой суммы, которая должна идти на дорогу, значит что? Значит, ты должен эти деньги чем-то перекрыть, и он перекрывает немножко щебень не той морозоустойчивости, да, немного песок не той фракции, немного... Влияет на качество. Влияет на качество. И плюс, он же еще, имея дефицит денег, начинает... У него затягиваются сроки, он не может на нормальных условиях подыскать себе субподрядчика. Идут длительные переговоры, а время-то идет. И поэтому идут запаздывания по срокам. Вот то, что мы имеем, там, вот по городу, да, из девяти запланированных дорог сданы четыре, по-моему, или сколько там. Остальные в процессе. И у нас такая просрочка везде, и по школам, и по дорогам, и по садикам. Везде идет опоздание. И качество ненадлежащее. Не по проектам, потому что... Вот поэтому сегодня в Минстрое некому работать. Все разбегаются, потому что никто не хочет подписывать эти акты. Но об этом есть публикация. Где цифры надуты. И спасибо прокуратуре, которая бесконечно... Мы же видим в прессе все время. Прокуратура скрыла нарушения по качеству строительства. Нарушения по срокам строительства. И так далее. Поэтому вот в предвыборном плане вот это, конечно, звучит вот как такие, как Джангаев. Я сделал дорогу. Да твоя заслуга заключается, что Джангаев отобрал у другого депутата. А или они просто распределяют эти участки, чтобы каждому депутату досталось на отчет фраза. Мы сделали, заасфальтировали вот ваш переулок. Ну, Анатолий Викторович, вот идет предвыборная кампания. Мне бы хотелось, чтобы вы осветили свои предпочтения, свои прогнозы, за кого бы вы голосовали. Я удивлен, действительно, на сегодня партия «Единая Россия», действительно, я сейчас верю в это, проявила очень качественный праймерис, появились новые кандидаты, которые действительно, вот особенно в районах, которые, я считаю, что за ними люди пойдут, будут голосовать, даже определенная социология показывает то, что, ну, они провели очень хорошо. Вот выборка, подборка кандидатов, одномодальника, я имею в виду, это прям качественная работа была проведена. И список есть у коммунистов, здесь новые лица. Как вы, вот, по кандидатам, по партиям, ваш прогноз, что думаете? Ну, прогнозы я не делаю, но, конечно, такой тщательный подбор кандидатур, конечно, кто вынудил их сделать? Вынудила деятельность межфракционной группы. Что вы имеете? Которые, вот, мы, шесть депутатов, составив межфракционной группы, по многим таким принципиальным позициям высказывали свою позицию твердую, и с которой власть была не согласна. И все депутаты Единой России нас просто заголосовывали, там, Аргентина, Ямайка, 5-0, все. 6-0. 6-0. Других вариантов не было. Но, тем не менее, люди же смотрели прямые эфиры, они видели, что в Хурале начали звучать другие мнения. Идет дискуссия по тому или иному вопросу, да, скажем, по Штыгашеву, да, или там по внесению изменений в закон на выборах главы республики, парламента и так далее. Такие принципиальные вопросы. Бюджет это постоянно, мы даже голосовали против утверждения, принятия бюджета, против утверждения, исполнения этого бюджета и так далее. Поэтому мы требовали отчета главы республики Калмыкия. Вот я считаю, что деятельность нашей межфракционной группы, она должна оцениваться в обществе высоко. Потому что мы показали, каким должен быть депутат. Принципиальный, с хорошей, твердой гражданской позицией. И поэтому, конечно, я хочу сегодня видеть депутатов именно такого качества. И, соответственно, конечно, Единая Россия подумала над теми беззубыми кнопконажимателями, которые находились в составе фракции Единая Россия. И они их поменяли на более, так сказать, сегодня чувствуется более подготовленных людей, более зубастых, да, которые могут оппонировать каким-то образом, да. Вот там Джангаев, да он же танк, его там не срубишь, он прет, он говорит свое, правда-неправда, да. То есть, такого человека тяжело заглушить. Аргументы там не работают. Не, ну качество... Как бы то ни было. Качество некоторых кандидатов по одномонадному округу у Единой России чревато, опасно тем, что они могут тоже стать членами следующей межфракционной группы, если такая создастся. Ну, это чревато, но нет, все люди подобраны там. Это все люди, все люди управляемые, но более, так сказать, ну подготовленные в том плане, что... Ведь, значит, что сказать, Хасикову нужно что? Чтобы он пришел с отчетом, наконец, и он придет в новый парламент, будучи уверен в том, что сидят его люди, и они не будут задавать острых вопросов, а дадут, зададут дежурные за программированные вопросы, он на них ответит, и все гладко, спокойно в нашем царстве, государстве. Поэтому мне хочется, конечно, пожелать успехов членам межфракционной группы от КПРФ, поскольку Кусминов и Саглара Бакинова уже, конечно, не пройдут. Единая Россия уже, как сказать, отклонила их. Поэтому вся надежда на КПРФ, которая выдвинет достойных кандидатур, в том числе я обязательно хочу видеть Нурова, да, своих соратников Николая Ирнеевича, да и другого Нурова тоже. Потому что с Матвеем Ирнеевичем мы прошли такую тоже бойню, предвыборную в 2019 году. Хочу видеть Мегмир Горяйну Бембеевну и Сергея Александровича Цинбалова. Это люди достойные, с хорошей гражданской позицией, они устойчивые и психически, и психологически, и их обязательно нужно провести в парламент. Я думаю, что граждане только от этого приобретут, ничего не потеряют. Конечно, к ним добавить можно Матвея Нурова, также добавить Оксану Санжинову. Это вот люди принципиальные, которые будут стоять на правильной позиции, настойчиво, добросовестно исполнять обязанности депутатов. Ну вот, поэтому я лично отдаю предпочтение тем кандидатам, которые пройдут от КПФ. Вот, и надеюсь, что это случится. Вот, и должны они иметь, конечно, не менее 8 голосов, блокирующий пакет, так называемый. Вот тогда будет хорошее объединение, в смысле, людей, взглядов, принципов и так далее, на благо всей республики. А не так, не в поддавки играть. Как вы оцените кандидат, появился новый в тройке, Торноа номер 2? А, да, 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 вот я извиняюсь, конечно, Петр Валентинович, я его давно знаю, вот, он, этот человек тоже принципиальный. И вот последние годы, особенно я в этом убедился, когда он же работал главой контрольно-счетной палаты при парламенте, да, и нам всегда докладывал о финансовой политике, предполагаемой, то есть, ну, бюджет, допустим, и исполнение бюджета, нарушения финансовые, которые творятся на самом деле, ну, где-то по незнанию, ну, где-то по намеренно, может быть, но он всегда принципиально освещал эти вещи, так же, как вот на встрече с тобой он раскрыл вам, да, вот, скажем, относительно задолженности, внешней задолженности республики, он подтвердил вам цифру 12 миллиардов, да, на самом деле, по сути, и это правильно, вот такие вещи он, как опытный финансист, опытный управленец, вскрывал и докладывал на хурале. Если кто смотрел прямые эфиры, они могли, могут в этом убедиться, вот, и такой человек, конечно, он нужен, ну, зато он, померя, вот, из-за этой принципиальной позиции он потерял должность главы КСП республики, но, я думаю, что, пройдя в депутаты народного хурала, он займет свое достойное место и сыграет свою хорошую роль, роль профессионала и гражданина. Что скажете о кандидатах, ну, о партии, над которой вы сейчас находитесь в хурале «Справедливая Россия» за правду? Какие у них шансы, если... Я в «Справедливой России» ничего не понимаю. Почему? Потому что я, честно сказать, использовал ее для того, чтобы пройти в депутаты народного хурала. Саму партию я не понимаю. Я вообще и коммунистическую партию тоже не воспринимаю, но я воспринимаю личности из кандидатов от КПРФ, да, с которыми я вот трудился в парламенте, и я знаю, что они надежные, что они имеют действительно твердую гражданскую позицию, полезную обществу. Ничего они не нарушают, никому они не препятствуют. Если бы процессы шли здраво в республике, они только бы их усиливали. Ну, и я в том числе. Поэтому я по натуре созидатель и всегда за реальную, совместную, такую грамотную, профессиональную работу. Вот, ну да, еще вот, допустим, я не против, конечно, Донара Шелханова, известная наша певица, да, она работала в парламенте, сегодня тоже вот подошла к тому, что через КПРФ также намеревается стать депутатом. Тот же Цеден Канаев, и он такой, сказать, человек общительный, контактный, тоже много уже в жизни прошел, возраст ему позволяет для того, чтобы... Ну, и Матвей Нуров, я уже сказал, вот эти ребята, конечно, они только усилят фракцию КПРФ, и если это состоится, то это был бы самый лучший вариант, и парламент был бы сбалансирован. На пользу республики звучали бы разные мнения, и все это как раз оздоравливало бы общество. Они способствовали бы... А вот эти соглашательские, депутаты-соглашатели, они наоборот разрушают республику. Они не дают альтернативного варианта, альтернативного мнения. То есть с партией Единой России вам некого отметить? Нет, с партией Единой России я сказал, что они же улучшились качественно, появились кандидаты, да, это видно, потому как сколько убрали депутатов старых, я сужу. И, конечно, уровень... Ну, все-таки я надеюсь на то, что молодые люди хотят жить по-новому. И уже обрыдло, понимаете, эта вся история с людьми, которые там больше двух сроков сидят и так далее. То есть достойные есть? Есть достойные. Я не буду их называть, потому что, ну, сами понимаете, пусть жизнь назовет их. Жизнь назовет, а потом уже по результатам деятельности в парламенте мы скажем, что это за люди. Сейчас раздавать авансы я не могу, а вот за этих людей сказал, потому что я с ними работаю. Как вы оцениваете, да, как вы думаете, как будет проходить голосование? У меня есть два сценария. Либо пройдут выборы спокойно, либо будут жесткие выборы, опять будут, знаете, вот, резать шины, там, убирать, снимать телефон и тому подобное с учетом трехдневного голосования. Ваше мнение. Да, вот, ну, конечно, уже резать шины, я думаю, не будет. Это будет вообще, так сказать, противоречить вот этому лозунгу единения, да, народа Калмыкии. И это будет уже просто отстой, дальше некуда. Это будет падение всего, вот, на что мы до последнего надеемся. Даже я, вот, мы до последнего надеемся, что все-таки как-то там образумятся люди ради будущего своих детей, наведут порядок в Калмыкии, и мы будем нормально, плодотворно трудиться с полной отдачей на благо, на развитие, да. Но, к сожалению, вот, если вот такие вещи будут происходить, о которых ты сказал, ну, это будет вообще, это просто финал тогда. Сводитесь об обратном, да? Да, это будет просто уже неисправимо, потому что мы уже были на краю пропасти, после этого мы будем падать только. Поэтому я пожелаю, конечно, надо было Бату Сергеевичу все-таки трехдневное голосование отменить, и это было бы с его, вот, с его позиции, это было бы предложение действительно к единению. Все же понимают вообще, для чего, это же не связано с пандемией, да, это пандемию просто придумали как предлог, для того, чтобы ввести трехдневное голосование, пеньковое голосование там и так далее. Я бы сказал, позорное голосование, которое вообще превращает выборы в полный фарс и полный отврат. Поэтому, и причем мы обсуждали на хурале, я предложил, что давайте перейдем к однодневному голосованию, вот на последнем хурале. И вот эти депутаты, голосовальщики, кнопку нажимателя, они проголосовали против, даже против рассмотрения этого вопроса. А в повестку не включили? Да, в повестку не включили. Жалко, конечно, потому что трехдневное голосование нам, кстати, стоит еще 65 миллионов рублей. В день? Нет, вообще за три дня. Если бы мы провели однодневное голосование, его можно прекрасно провести, население республики наше уменьшилось, да, тем более сейчас ситуация такая. Я слышал, что депутаты, вернее, учителя города отказались входить в состав избирательных комиссий города, да, потому что вот это, я просто был поражен и признателен, что наконец-то учителя, воспитатели наших детей проявили принципиальную гражданскую позицию. Они сказали, что своим руководителям, говорено о том, что мы учителя, мы хотим выглядеть хорошо в глазах общества, детей, и не надо нас заставлять заниматься не весь чем, да. Поэтому вот такие вещи уже зазвучали в обществе, и это меня радует. Чем здоровее общество, тем лучше мы будем жить. Мы наведем порядок к своей малочисленной республике. Поэтому вот это трехдневное голосование перевели бы на однодневное, оно стоило бы там, ну, миллионов 25. Осталось бы 40 миллионов, которые можно было потратить, ну, приобрести там 8 квартир по 5 миллионов, да, и раздать таким, как вот семья, взятая Бадмаяной, да, Горяевой, которая ходит уже, ну, действительно, у него невозможная обстановка дома. И могли спокойно купить несколько квартир, для такого, да, даже, ну, для многодетных семей, для семей с инвалидами, предоставить им хорошие человеческие условия. И так же можно было не ездить на этот петербургский форум, да, что вы оттуда привезли, ничего. А участие, вот даже в девятнадцатом году стоило 870 тысяч, один человек, участие одного человека. Сегодня я туда 30 человек, да, которые тратят там 70 миллионов, по моим подсчетам примерно, 70 миллионов могли решить семидесяти семьям по одному миллиону огромные проблемы для этих семей. Вот ресурсы, они есть, но их тратят вообще ни на что. Спасибо, Наталья Викторович, это, я напоминаю, на самом деле, выступил в качестве эксперта по выборам, но мы не только поговорили о выборах, мы поговорили о социально-экономической ситуации, о наших руководителях. Спасибо, Наталья Викторович. Ну, конечно, выборы, они же чего касаются? Выборы руководства или выборы парламента, которые управляют республикой. Я согласен, что это важный. Тогда касается всей жизни республики, да. Самый главный законодательный орган республики. Вот такой вопрос, как думаете, у вас будет заключительная сессия? Нет. Почему? Мне кажется, вы должны как-то к логическому завершению подойти. К логическому завершению мы уже подошли. За вклад в законодательство республики, там, что-нибудь такое. Ну, нас это в любом случае не коснется, нашей фракции. Поэтому, я думаю, что, чтобы не вызывать лишних волнений, никто не будет проводить эту сессию. Они, конечно, уже в составе Нового Хурала будут работать. Это был Манжей Иванович Викторович. Спасибо, что пришли. Я желаю всем нормальным, здравым людям пройти в парламент. Чуть не сказал «хурламент». В парламент и действительно работать на благо общества нашего. Вот тогда мы будем все довольны. И депутатами, и властью. И Бату Сергеевичу, может быть, я, конечно, мало верю, но если он перестроится, если он привлечет нормальных людей, будет сотрудничать со многими экспертами, действительно, в разных отраслях, прислушиваться к чужому мнению, да, не сидеть там, как в бункере. Вот, и поэтому тоже, конечно, меняться должен каждый человек. А в преддверии вот таких суровых обстоятельств, меняться надо всем. Тяжелые времена наступают. Очень тяжелые. Настолько тяжелые, конечно, даже врагу не пожелаешь. И поэтому надо консолидироваться, надо обменять усилия, и надо выползать из всего болота этого. Спасибо, националисты. Это хреба. До приглашения. До свидания. До свидания.